А вот обеспечит ли новая накопительная система достойную жизнь нашим пенсионерам? И не пропадут ли эти пенсионные накопления во время какого-нибудь очередного кризиса в нашей стране? Обсудим с Тарасом Казаком, экономический эксперт и один из самых заметных лоббистов продолжения пенсионных преобразований в Украине. Сегодня в гостях у подробности недели. Здравствуйте, Тарас. Спасибо, что пришли. Ну, возможно, наивный вопрос я вам задам, но вот скажите, вы вообще реально верите, что в нашей стране можно изменить пенсионную систему так, чтобы люди начали получать, пенсионеры, достойные выплаты. Вы знаете, у нас нет другого выхода, потому что та солидарная система, которую мы сегодня имеем, в Украине не может обеспечить минимально гидный уровень пенсии. Есть такое понятие коэффициент замещения. Это очень просто. Сколько пенсия становится процентов от втрачености зарплаты? То, когда человек выходит на пенсию, она втрачает зарплату и начинает получать пенсию. Так ось, Украина зобовязалася, что цей коэффициент замещения должен быть не ниже, чем 40%. Но такого у нас давно уже нет. На сегодня мы имеем коэффициент замещения меньше 30%. А в связи с плохой демографией, незабаром мы имеем 25-22%. Поэтому накопичивающая система – это не какая-то забаганка. Это безальтернативный выход. Иншого нет. И это мы идем с следами других цивилизованных стран. Это не какая-то наша выдумка. Насколько изменится вот этот процент, о котором мы только что говорили, при накопительной системе? Какие еще плюсы вы видите у нее, да, и преимущества перед солидарной? И, ну, то есть, грубо говоря, кому это будет выгодно? Пока что не идет мова про ликвидацию солидарного уровня. Это первый уровень с так званой трехривневой пенсионной системой, которую мы уже должны были запровадить еще с 2004 года. Первый уровень – это солидарный. Другой уровень – это, яка мова только сейчас идет про то, что он с 1 сечня 2019 года работает, если парламент ухвалит этот закон, конечно. Это будет второй уровень. И третий уровень – это добровольно накопиченная система, когда человек может добровольно сама накопичивать в пенсионных фондах. Эти деньги, которые один, второй и третий уровень, разом, я думаю, мы сможем выйти на коэффициент заменьшения 40%, то есть тот, который минимально гидный уровень обеспечит. Но без накопиченной системы это невозможно. Жалко, что даже не половина, а 40% все-таки тоже звучит как-то не лучше. Вы знаете, когда человек ходит на пенсию, у него и меньше потреб. Не нужно ездить на работу, не нужно иметь там уже какие-то такие, одягаться на работу и так дальше. Хорошо, но нам бы хотелось, чтобы эти потребы у наших пенсионеров были, как у европейских. Так, так, звісно. Для этого есть третий уровень. Мы же видим, как отдыхают люди из других стран, и как они проводят пенсию. Свит пішов дальше. В свите уже есть 5-ти уровня пенсионная система. Кроме этих трех уровней, которые есть стандартом для цивилизованного света, еще есть нульный уровень и четвертый уровень. Нульный уровень – это выплаты из держбюджета, который у нас немного есть, но очень маленький. И четвертый уровень – это когда не финансовая помощь, когда домики для стареньких людей, пильги и так далее. То есть у нас элементы всех уровней есть, но кроме накопительного уровня, который сейчас, я надеюсь, запроваден. Вопрос доверия к этой накопительной системе очень важный вопрос. Где гарантия, что эти деньги банально не пропадут? У нас страна очень веселая в этом плане. У нас раз в 5 лет, как ни кризис, то девальвация, то еще какие-нибудь экономические ветра нас задувают, обдувают. Докапливаться это же будет все не в долларах, а в привязке к национальной валюты. Все считают, что почему столько в гривне. Вы убедите кого-то еще это делать? Моя позиция и позиция нашей группы полягает в том, что первый год или два до 100% всех накопительных должны иметь право быть приинвестированы и за кордон. На них можно купить Google, Facebook, Apple, BMW, Mercedes, будь-яких компаний, которые вырубляют те товары, которые нам известны, и украинцы начнут доверять этой системе. То есть вы верите в том, что наши прекрасные политики согласятся на такой вот ход, чтобы вывести деньги в каком-нибудь фонд, который можно деребанить? Если мы на них не будем теснуть, конечно, не погодятся и захочут раздербанить. Это зависит исключительно от нас, от гражданского общества. Да, согласитесь, дай Бог, чтобы эта система хорошо была принята вначале, потом хорошо заработала, потом была успешной. Но согласитесь, что говорим мы сейчас об изменениях улучшений жизни пенсионеров через годы. Что делать тем, кто... Это скорее разговор о нас с вами сейчас, о нашей пенсии. Что делать тем пенсионерам, которые сейчас нищенствуют? Ну как им вот сейчас помочь? Это тоже есть рекомендация. Знаете, популісти, которые немало в Верховной Раде, и незабаром выборы тоже будут туда идти, которые обещают поднять пенсии, но только обещают, ничего не делают. Если бы мы выбирали в Верховную Раду парламент ответственных политиков, которые будут проводить необходимые на нашей экономике реформи, это реформа рынка земли, приватизация, так далее. Мы все эти реформи на слуху, мы их знаем. Эти реформи позволяют нашей экономике взросли. Инвестиционная приватность, украина выросли, экономика станет больше. Больше экономика, большие податки будут собираться, и, соответственно, больше выдатки на пенсии. Без взросления экономики мы не сможем обеспечить ни гидную зарплату, ни гидную пенсию наших граждан. Слушайте, вы правильно сказали, тем более, что выборы уже, в общем-то, в принципе, не так уж и далеко, и вот скоро сейчас снова предвыборное обещание повысить пенсию посыпется, как из рога изобилия. Вот, если честно, объективно, на сегодняшний день есть у государства возможности повышения этих пенсий? Немае, на жаль. Сегодняшние пенсионеры не могут отримать через рік, через два, через три, больше пенсии. Это будут крихти в любом случае. Коэффициент замещения будет падать и дальше, и дальше. Потому что все меньше людей входят в працездатный век, начинают работать, и все больше выходят на пенсию, и дольше живут пенсионеры. Поэтому без взросления экономики мы не матимем больше пенсий. Ну, надеюсь, что вас услышали политики и те люди, которые должны развивать нашу экономику, да? Потому что вот все, что вы назвали, последние четыре года стоит мертвым грузом в Верховной Раде. Нажаль так. И, к сожалению, ни бюджеты не наполняются, ни экономика не развивается, и в результате страдаем. В первую очередь жалко, конечно, пенсионеров. Но они голосуют. Если будет голосовать ответственность, есть шанс. Будем надеяться, что пенсионеры услышали сейчас ваш призыв, чтобы отдавали свои голоса правильно, и не просто по велению сердца, а руководствуясь не только эмоциями, а и каким-то анализом. Спасибо. Тарас Козак, политический эксперт, отвечал на мои вопросы. Спасибо.